Который горит по законопроекту номер 333-436-7, внесенный в Государственную Думу Володином, Мельниковым, Мироновым, Тимофеевым, Бурматовым и еще кем-то, всех не помню, по-моему, 8 человек. У нас в случае принятия этих изменений в закон об охоте будет запрещено контактное, любой контакт между зверем и собакой, это первый момент. И второй момент, у нас под угрозу ставятся зоны на таски и на гонки для легавок. Фактически, судя по пояснительной записке, подготовленной то ли аппаратом, то ли кем-то, у нас сегодня полностью ставится вопрос о прекращении культивирования и разведения в России российских пород охотничьих собак. Потому что, я скажу грубо, но конструктивная особенность наших собак, наших пород собак, не позволяет оценивать их рабочие качества и заниматься их подготовкой к охоте и не только к охоте, именно без контакта со зверем. Нам приводятся примеры там в других странах, но приводятся очень некрасиво по пояснительной записке, с откровенным лукавством, фальсификацией, оговоров. Чтобы предварить ваши вопросы, два слова, что сделала сегодня ассоциация. Ну, ассоциация, во-первых, постоянно обращалась и постоянно ставила этот вопрос, вы, наверное, знаете, по высказыванию средств массовой информации. На сегодняшний день нами подготовлено и отправлено в Министерство культуры письмо, где мы ставим в ультимативной форме требования о предоставлении доказательств жестокого обращения с животными на предравочных станциях, как они называют в предравочных станциях. Мы ставим вопрос о том, чтобы нам были предоставлены акты обследования таких животных, акты о гибели, о павших, обследовании павших животных в случае, там, в голодовке, там, или как они утверждают. Акты, свидетельствующие о том, что животные стряноживаются цепями и связываются веревками. Кроме того, мы попросили их представить нам доказательства документарные о том, что были возбуждены административные правонарушения, дела об административном правонарушении и о том, что были возбуждены по 245-й статье дела об уголовном. Мы, конечно, я понимаю, может быть, надеясь на здравомыслие наших депутатов, не сделали это раньше, но буквально завтра утром у нас уйдет аналогичное письмо в Совет, в Государственную Думу, к депутатам, которые подписали, чтобы нам ответили, откуда они взяли эти данные. Потому что мы полагаем, что нельзя на специализированных, оговорных вещах, на введении в соблуждение депутатов пояснительной записке, нельзя принимать законопроект. Это первый момент. Естественно, в связи с тем, что они погнали лошадей, они сегодня рассматривают на Совете Думы данный законопроект, но уже до 13-го числа они должны были получить с всех субъектов, с законодателями собрания субъектов, замечания на этот законопроект, с администрацией президента, с правительством, все. Как сообщают законодатели субъектов, ни в один субъект законопроект не поступил. Но до 13-го числа было принято решение, что он должен уже получить какое-то одобряемость, неодобряемость. На 15-е декабря в плане стоит рассмотрение в первом чтении. Вам ничего это не напоминает? Ни закон об охоте, ни статью 71-ю часть 3-ю. То есть это свидетельствует о том, что у депутатов Государственной Думы даже мысли нет о том, что они совершают что-то не совсем корректное, скажем таким образом. Вопросы, которые мы поставили в этих письмах, они говорят прямо целенаправленно, что если они не смогут нам подтвердить свою позицию и не представят доказательства, то тогда мы будем считать, что это фальсификация, что это оговор, и оставляем за собой право обращения в правоохранительные органы, для того чтобы дали оценку действиям сотрудников Министерства культуры, которая дважды высказывала про этих животных бедных, видимо, с подачи ермольника, и просим провести проверку, кто из специалистов Государственной Думы дал такую непроверенную информацию. Кроме того, мы полагаем, что если мы сейчас все вместе, наши субъекты, все субъектовые организации обратятся в Думу с просьбой все-таки очень внимательно отнести к этому процессу, то это будет неким шагом. Но, к сожалению, Дума не слышит нас, и она, несмотря на то, что было неоднократно сказано, что мы там охотничьи лобби и так далее, им проще заткнуть рот любым законопроектом, зоозащитникам и же с ним, но только нас они приносят в жертву. То есть они даже не понимают, что этим самым они уничтожают наши российские породы собак, которые были введены. Они плюют на госты, они плюют на стандарты, которые... То есть у них это даже не складывается. Причем настолько неумно написано, что они нам предлагают натаскивать и оценивать рабочие качества животных по искусственной крови, по кусочку шерсти. То есть это идет полное непрофессионализм и полное нежелание даже разобраться. Но у нас вольер всего 220 на всю страну. И где они будут в Сибири и на Дальнем Востоке заниматься этим, то есть это абсолютно вот... Мы полагаем, что это звенья одной цепи. Санкции, недопуск на Олимпиаду и уничтожение российских пород собак. Ну так это и пишем от этого текста. Следующий момент, чтобы я уже сейчас закончила, и мы ответили на ваши вопросы. По Красной книге. Если кто читал на новостях Минприроды, которые дал интервью министр, то он в этом интервью сказал, что если перечень будет подписан, то он будет подписан без спорных видов. Действительно, 20 видов, которые спорны с наукой, мы продолжаем. Спорить они по заверению Сергея Ефимовича, они не должны войти вот в этот перечень. Но я еще раз повторюсь, что, к сожалению, организации и отдельные ученые, и зоозащитники, которые нам противостоят, они не внушаются ничем. Они передергивают факты, они заставляют людей подписывать любые обращения, кидаясь о том, что мы там чуть ли там вообще не враги народа и враги всего животного мира. Поэтому, в общем-то, по Красной книге вопрос до конца не закрыт, и нам предстоит пушить общими усилиями пожар по охотничьему собаководству. К сожалению, есть одна надежда, что они пошли на это ради того, чтобы принять закон об ответственном обращении. И я бы согласилась, что, может быть, политически это некий ход, чтобы исключить наши вопросы из того закона, перевести закон об охоте, но тогда не надо гнать лошадей. Тогда надо внести этот закон и спокойно с ним жить до выборов президента, а может быть даже дальше. Поэтому, в общем-то, это будет очень такая серьезная угроза всему и вся. Я понимаю, что отдельные депутаты, которые меня успокаивали, говорили, что все себе, но этот закон не будет работать. Я говорю, а вы представляете, сколько мы поимеем исков, штрафов и проблем с каждым отдельно взятым инспектором, который придумает, что мы жестоко обращались с животными. То есть это вообще такой ящик Пандоры, куда мы идем и как мы качем. Надо всех вырвать и перевести на жестоко обращение куценту. Вот моментов, которые вот сегодня самые-самые. Потому что я по красной книге хотела сказать только один момент. Вот смотрите, парадоксальная ситуация. Мы когда говорим, мы оперируем данными государственного мониторинга и теми данными, которые находятся в открытом доступе в государственном докладе. Что делает наука? Она оперирует только своим личным мнением. Нам казалось, мы считаем, численность катастрофически снижается и так далее и тому подобное. Кроме того, я коснулась другого момента. Они предлагают занести в Красную книгу три подвида гуменника. При этом этот гуменник везде в разных источниках ими называется по-разному. Они даже не могут написать гуменника одинаково. А теперь вопросы. Ну не мне, уже.